всем привет сегодня показываем самку в таком вот виде на руках посмотрим на ее морду такая достаточно игривая у него морда самом деле всегда активная она всегда ищет куда бы залезть очень любит обследовать территорию я долгое время не мог брать его на руки она была очень дикой сейчас она привыкла более-менее уже нормально все ведет на руках не сюда вот она такая уже приучена к некоторым вещам например когда я вытаскиваю пинцет она уже знает ее будут кормить сразу бежит ко мне к пинцету и в это реально очень удобно потому что как бы такими вещами можете сразу и приманивать заводи стерео ли мы чтоб она вышла да и сейчас ее можно кормить уже и за пределами террория мне обязательно дело это в террориями стиль и газетку потом все это убирать как я уже говорил строго на строго запрещено кормить таких животных в террориями потому что вместе с едой они заглатывают стружку который может очень крайне негативно тридцать на и здоровье на поэтому требуется кормить вне террориями некоторые все спрашивали мол почему не убрать стружку и дело в том что такие ячерицы очень любят копать и то есть стружкой нужно для того чтобы копать это раз и два стружка поддерживает влагу это является очень важной так сказать составляющей в содержании таких вот животных да вот она такая не сидит конечно на месте очень активно сейчас она голодная чтобы для кормить приготовить еду сегодня в рационе у нас крыски ладно давайте отпустим в террорию сегодня в рационе у нас крыски она пошла и банановые сверчки сегодня я еще заметил у нее немножко подергивая с пальцем на задних лапах большие пальцы это говорит о том что маловато нас витамина при том что вроде как и освещение правильно с ультрафиолетового с ультрафиолетовой лампы но тем не менее как видим есть некая недостача этого витамина в организме поэтому сегодня я буду искусственно методом инъекций в тело крысы так делают очень часто террориямисты которые занимаются такими ящерицами поэтому конечно для обычных людей это и может быть будет шоком вау как это можно делать но для террориямиста это вполне таки нормальные вещи ладно не буду обусоливать эту тему я вот думаю снять ли вам это на видео или нет как это будет делаться в общем посмотрим подумай то есть таким образом витамины даются искусственно как правило тд3 с кальцием плюс еще с группой там других витаминов очень много разных витамины группа b группы а в общем их очень много сейчас я просто все не вспомню таким образом как бы поддерживать состояние здоровья и ящерица все это здорово и будем говорить так вот такие вот дела она уже научно вот есть пинцет у нас да она знает если беру пинцет руки она сразу сбежит ко мне понимая что я ее собираюсь кормить сейчас конечно я ее уже немножко раздраконил и тем менее начали видеть видимо на реагирует на пинце да но не так как раньше так как сейчас я немножко разраконил этим пинцетом и она уже понимает вот видим идет к пинцету знает и будет будем кормить она уже знает это за те девять дней пока она не находится уже как бы она привыкла да то есть говорит о том что ящерицы достаточно умные у них хорошая память так и да я в этом убедился на самом деле еще раз на самом деле я удивлен как при таких размерах это животное может принципе обладать таким умом понимать достаточно многие вещи связанные с содержанием ее там с кормлением там с некоторыми нюансами да и при том что она еще очень маленькая но тем не менее видим да что теоретип ошибочный который говорит о том что ну многие говорят считают что рептилии это безмозглое существо на самом деле нет ладно не будем долго затягивать сейчас я начну ее кормить начну готовить еду у нас сегодня крыски банановые сверчки в рационе может быть сниму это на видео оставляйте комментарии хотите ли вы это увидеть на видео то как происходит процесс кормления крысками процесс ведения инъекции в тело крыс это немножко поживодерзки на самом деле но как я уже говорил для террормистов это вполне таки нормально если вы хотите например завести такую ящерцу в будущем вам стоит понимать что возможно вам придется этим заниматься поэтому если вы например человек достаточно как это правильно сказать морально слабый то наверное не стоит заводить хищных рептилий на этом пока все